Эти парни строят или уже построили большую карьеру в футболе. Каждый из них мог почивать на лаврах, ведь звездные родители уже обеспечили их до конца жизни. Однако они пошли по стопам предков. Гол 24 рассказывает о детях великих футболистов, которые выросли в больших игроков или совсем скоро могут сделать это. Спойлер. Мы представили в этом рейтинге только действующих футболистов. Каспер Шмейхель. Сын Петера Шмейхеля. На ретро-видео звезда Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель обучает своего сына о замыгры в воротах. Через несколько лет мальчик, который был похож на отца как две капли воды, начал свою карьеру. Правда, в стане соперника МЮ Манчестер Сити. За горожан Каспер Шмейхель сыграл совсем немного, проведя большую часть контракта в низших лигах Англии. В 23 года, когда стало ясно, что сын не обладает гениальными задатками отца, Сити продал Каспера в Нотскаунте, клуб четвертого по силе дивизиона Англии. Однако с этого только начался путь Шмейхеля-младшего к большому успеху. Через три года он вернулся в ЭПЛ в качестве вратаря Лестера. И уже в статусе футболиста основы. Ну а дальше вы все сами прекрасно знаете. Сказочные сезоны чемпионства с командой, в которую никто не верил. Каспер Шмейхель приложил руку к этой сказке. Он и правда не обладает выдающимися данными, как у отца, но доказал, что упорством и старанием можно добраться до своей цели. Но иногда даже упорства бывает недостаточно. Тогда достигнуть целей поможет 1ХБет. Выигрывайте с надежным букмекером с большой историей и тысячами довольных клиентов. Ссылка в описании. Энцо, Лука и Тео, Зидан. Сыновья Зенедина Зидана. Энцо появился на свет еще когда его отца знали только во Франции. Лука, когда Зенедин зажигал в Ювентусе. Тео, когда о фамилии Зидан узнал весь мир. Есть еще четвертый сын, Элиас. Ну о его перспективах говорить рано. Все четыре сына пристроены в Академию Мадридского Реала. Однако о гениальности кого-то из них говорить пока точно не стоит. Энцо Зидан считался большим талантом, но в первой команде проявить себя не сумел и сейчас набирается опыта в аренде в швейцарской Лазанне. И не сказать, что там блистает. А вот Лука, который неожиданно решил построить карьеру голкипера, сейчас является третьим вратарем Реала после Кейлора Наваса и Кика Кассильи. Самые большие надежды в структуре Кассильи связывают с Тео, который больше всего напоминает отца по манере игры. Каждому из них отец наверняка еще даст шанс. Главное, чтобы Зидан-старший сам удержался у руля Реала. Джованни Симеоне. Сын Диего Симеоне. В отличие от отца, Симеоне-младший решил, что забивать голы интереснее, чем ломать нападающих соперника и выжигать центр поля. Однако до недавнего времени о существовании Джованни знали разве что любители чемпионата Аргентины или люди, наткнувшиеся на пост, в котором рассказывалось об экстравагантной прическе, которую форварду Риверплейт сделали партнеры по команде. Прошло несколько лет. Джованни Симеоне наколотил 9 голов в 9 матчах за молодежку Аргентины на чемпионате Южной Америки, перебрался в серию А и к 22 годам является одним из самых перспективных форвардов серии А. Дженуа наверняка доволен покупкой. За полтора года, прошедших с того момента, как они купили сына тренера Атлетику за 3 миллиона евро, его цена на рынке выросла в 5 раз. Джастин Клюйверт. Сын Патрика Клюйверта. А вот этот парнишка имеет все шансы переплюнуть успехи звездного отца. Патрик Клюйверт оказался в первой команде АЕКСа в 18 лет и через несколько сезонов транзитом через Милан очутился в Барселоне. Его сын Джастин опережает предка на год. В 17 он уже засветился в основе, под руководством Петера Боша стал частью развеселой команды тинейджеров, которая чуть не взяла Лигу Европы, а сейчас, к 18 годам, является игроком основы АЕКСа. Джастину наследовал все футбольные гены отца. Он рвет всех на скорости, роскошен при игре с мячом в ногах, прекрасно играет на обострение. Но главное, у него есть отличный советник, который поможет выбрать правильный футбольный путь. Уже сейчас поговаривают, что летом Барселона выйдет на семью Клюйвертов с заманчивым предложением. И помня о блистательной карьере отца в Каталонии, вряд ли Джастин ответит отказом. Серхио Бускец. Сын Карлеса Бускеца. Наследственность. То, чем славится школа Барселоны. Вратарь Синегранатовых Карлес Бускец всю свою карьеру просидел за спиной гениального Андани Субисаретты. Главное достижение Карлеса – воспитание сына, который превзошел его успехи и стал звездой мирового футбола. Серхио Бускец пошел ростом и телосложением в отца. Такой же жилистый и высокий. Однако еще в юношеском возрасте Серхио настолько круто читал игру и владел культурой паса, что об игре в воротах тренеры заставили его забыть. В 18 лет Бускец познакомился с бывшим партнером отца Хасепом Гвардиолой. Пеп сначала сделал из Серхио ключевого игрока в Барселоне-Б, а затем подтащил в первую команду, где долговязый опорник составил легендарную связку в полузащите с Хави и Инъестой. Бразильский форвард Мазинью известен всем, кто не застал футбол в 80-х и 90-х по тому самому ролику, где он из убойной позиции умудряется не забить гол. Однако на деле Мазинью был одной из культовых фигур бразильского футбола и провел немало поединков за Селесао. В 1994 году даже победив на чемпионате мира, его сыновья Тьяго и Рафа тоже решили стать футболистами. Правда, в отличие от отца, решили играть в полузащите. Первым стрельнул старший сын Тьяго, который ворвался в первую команду Барселоны. Но из-за высокой конкуренции не смог там закрепиться и вслед за Гвардиолой уехал в Баварию, где сейчас является ключевым игроком. Рафинье также прошел через все уровни Академии Барсы и также не смог доказать, что достоин места в основе синегранатовых. Этой зимой он перебрался в Интер, где у него будет больше шансов показать себя. Кстати, интересный факт. Тьяго Алькантера решил выступать за сборную Испании, за страну, где он родился и вырос. А вот Рафинье для себя выбрал Бразилию, родину своего отца. В свое время семью Блиндов обвиняли в кумовстве. Дани Блинд, легендарный футболист сборной Голландии, подтаскивал к составу Аякса своего сына Дейли. Тот постоянно ошибался и привозил. И все болельщики были уверены, что в клубе его держат только родство с главным тренером. Однако после двух аренд Блинд-младший вернулся окрепшим игроком. Попал в сборную страны, вырезал пас на тот самый легендарный гол в Анперсе в ворота сборной Испании и перебрался в Манчестер Юнайтед. Скоро Дейли Блинду стукнет 28. Защитником топ-уровня он так и не стал, но продолжает оставаться игроком обоймы одного из сильнейших клубов Европы. Ну а в сборной Голландии тех же успехов, что и отец, ему добиться не суждено. Не то поколение. Криштиану Роналду-младший. Сын Криштиану Роналду. Самый юный представитель нашего рейтинга. Но о нем упомянем в качестве пока самого звездного отпрыска футбольной звезды. К семи годам у Криштиану Роналду-младшего уже миллионы подписчиков в Инстаграме. А нарезки с его финтами на Сантьяго Барнабео после матча отца собирают огромное количество просмотров на Ютубе. К тому же Роналду-младший уже полноценная звезда модельного бизнеса. Потому если в футболе не сложится, по жизни он точно не пропадет. Целеустремленный отец, который всего в жизни добился своим отчаянным трудом, ему такого не позволит. В прошлом видео мы спросили вас. В 2010 году Азар попал в неприятную историю. В матче с Турцией его заменили после часа игры. Но еще до финального свистка папарацци поймали его за пределами стадиона. Где он был? Ответ. Ел гамбургер в ресторане поблизости. А теперь вопрос. В расширенном списке сборной России присутствует сын известного в 90-х футболиста. Кто это? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч. Пока.